Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Они захватили мир. Новой популярной игрушкой этого лета спиннерами заинтересовался Роспотребнадзор. Готов наполовину. Правую сторону Южного моста пустили в эксплуатацию. Мобильная приемная губернатора решает проблемы. Без лишней бумажной волокиты в одном из самарских домов построят крышу. На трамвае на чемпионат мира по футболу. Самара получила 10 комфортабельных машин повышенной вместимости. Реклама вне закона. Самовольно установленные билборды в Самаре сносят стахановскими темпами. Хотела как лучше, а получила на два года больше. Красноярский районный суд на 9 лет отправил за решетку Екатерину Пузикову. Ее обвиняют в убийстве мужа, банкира Дмитрия Пузикова. Вдове уже во второй раз выносит обвинительный приговор. В деле, по мнению защиты, все еще есть масса несостыковок. В том, что в этой запутанной истории все еще рано ставить точку, в зале суда убедился Андрей Горгуленко. Суд приговорит признать Пузикову Екатерину Бригольной виновной в совершении преступления предусмотренного в части 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить Пузикову Екатерину Бригольной наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. Хотела оспорить обвинительный приговор, но получила на два года больше. Вдова убитого Дмитрия Пузикова вновь признана виновной после дополнительного расследования. Сама Екатерина по-прежнему заявляет, что не причастна к смерти мужа. Она уверена, что Дмитрия убили из-за бизнеса. Перед гибелью ему даже поступали звонки с угрозами. На протяжении 5,5 лет, насколько идет процесс, моя позиция ни разу не менялась. Я по-прежнему заявляю, что я этого не делала, и моей вины в этом не было. Сторона обвинения с приговором согласна и других мотивов, кроме ревности, в расчет не берет. В целом судебное решение соответствует позиции обвинения. А дальше уже будем смотреть, будем проверять. Полностью вынесенный приговор. А основным моментом, как было установлено и в ходе следствия, и в ходе судебного следствия, это была ревность. Других нет мотивов. Напомним, Дмитрия Пузикова, экзаместитель управляющего самарским филиалом одного из российских банков, отравили в его загородном доме. Экспертиза, установленная ядом, был талий. Это высокотоксичный тяжелый металл, который не найти в свободном доступе. Для человека смертельная доза всего 600 миллиграмм. Где же Екатерина смогла достать такой опасный яд, до сих пор установлено не было. У нас не установлено основное обстоятельство по делу. Откуда 23-летняя выпускница юридического факультета могла взять такой яд, как талий, который является ядом спецслужб, террористических организаций и тому подобное. В деле имеется масса нестыковок, на что обращала внимание в том числе и генпрокуратура. Но это не помешало силовикам закончить дополнительное расследование с тем же результатом. Теперь у защиты есть 10 дней, чтобы обжаловать несправедливый, по ее мнению, приговор. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Трагедия произошла в одной из частных клиник Самары. Ребенок умер в кресле стоматолога. По версии следствия, несчастье случилось примерно в 9 утра в частной клинике на проспекте Ленина. Пятилетнему мальчику начали делать обезболивание и вводить его в состояние медикаментозного сна. Во время процедуры у ребенка нарушился сердечный ритм. Врачи пытались реанимировать мальчика, но спасти его не удалось. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности следствия ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». После введения нескольких медикаментозных препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается. Проводится следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. Эта безделушка уже захватила весь мир. Одни называют спиннеры игрушкой-антидепрессантом, другие – зомбо-игрушкой, которая гипнотизирует детей. А еще их сравнивают с четками и эспандерами. В Самаре мнения разделились. Так что же на самом деле несут спиннеры, пользу или вред, выяснила Марина Матвейшина. И все-таки они вертятся. Новомодная игрушка-спиннер невероятно популярна не только среди детей. Взрослые тоже не прочь покрутить в руках эту вещицу. Продавцы и интернетные эксперты в один голос расписывают пользу такой игрушки. У взрослых, мол, снимает стресс, а детям развивают мелкую моторику, корректируют развитие аутистов и формируют навыки концентрации внимания у гиперактивного ребенка. Но научно-доказательной базы о позитивном влиянии спиннера на детей нет, говорят психиатры. Если посмотреть на критерии этих упомянутых психологических, психических расстройств, то, так сказать, вот как раз я бы оспорила лично, да, мнение авторов о том, что эта игрушка способствует развитию, к примеру, внимания, навыков коммуникации, общения, то есть тех как раз проблем, да, которые есть у детишек, страдающих этими расстройствами. По мнению психиатра, пользы игрушка не приносит, но и вреда тоже не несет. Увлечься спиннером могут дети, у которых уже есть предрасположенность к неврозам. Крутить спиннер для них все равно, что, к примеру, грызть ручку, теребить в руках мелкие предметы. Несчастных случаев, виной которым был бы спиннер, в Самаре не было. Родители, я еще раз говорю, сейчас занимают достаточно активную позицию, они консультируются везде, со специалистами на всех уровнях. Те, которые помогают, еще раз говорю, поставить правильный маршрут для ребенка, для того, чтобы ему было легко в этом обществе. Поэтому вот мое мнение, что, ну, возможно, что-то еще покажет какую-то другую тенденцию, но сейчас такой вот непосредственной угрозы именно для детей нет. В Роспотребнадзоре проверяют спиннеры по тем же параметрам, что и другие игрушки. Не выносят в отдельную категорию. Исследуем их по параметрам миграции химических веществ, то есть выделения химических веществ. Обращаем внимание на конструкцию игрушки. Все видимые кромки, какие-то крепежные детали, элементы, они должны быть прочными. То есть игрушка не должна при ее применении по назначению, не должна терять своих потребительских свойств. Повальные увлечения спиннерами специалисты объясняют просто как модное веяние и прогнозируют, что вскоре оно схлынет так же внезапно, как началось. Марина Матвеевшина, Василий Холдашов, События. Осталась половина. Подрядчики полностью завершили ремонт на левой стороне мостового перехода Южный и путепровода Аврора. Теперь на ремонт закрыли правую часть. Окончательно мост заработает в конце октября. Почему строители рассчитывают справиться с задачей раньше срока, узнала Марина Кравцова. Экватор пройден. Началась вторая стадия ремонта Южного моста и путепровода Аврора. Половина готова. Здесь отремонтировали пролеты и опоры, заменили деформационные швы, уложили новое асфальтовое покрытие в два слоя, отремонтировали тротуары, поменяли бордюры, установили новые барьерные ограждения и фонарии. Подрядчики уже завершили ремонт левой половины моста и переходят на правую. Соответственно, поменяется и схема движения. Правую часть моста закроют, а левую откроют для движения легкового транспорта. Делают это в ночное время суток, специально, чтобы не создавать дополнительных пробок в часы пик. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные и комфортные дороги». Несмотря на дождливое лето и погоду для ремонта не самую благоприятную, все работы идут в строгом соответствии с графиком. А теперь строители обещают ускориться. Мы попытаемся ускориться, чтобы все-таки ввести эти два объекта в октябре месяце, где-то в районе середины октября. Будем надеяться, что погода будет более благосклонна к нам, не так, как на этой половине. Скорость важна, но главное качество. Комплексный ремонт идет на всей протяженности мостового перехода Южный и путепровода Аврора. Это 1 километр 200 метров. Кап ремонта здесь не было более 40 лет, и мост просто был небезопасен. Деформационные швы пришли в негодность. Теперь же их заменили, сделали по самым современным технологиям. Гарантия завода-изготовителя на швы 35 лет. Контроль качества работы подрядчиков проводят ежедневно. Контроль качества осуществляется на всех этапах. Непосредственно после проведения каких-то скрытых работ вместе с заказчиком проходили, все это освидетельствуется. Проверяются отметки согласно проекту. По покрытию непосредственно это испытание, это проверка на толщину, качество работ. После завершения работ, как говорят подрядчики, пропускная способность моста станет больше. Из-за качества дорожного покрытия оно должно без трещин прослужить не менее пяти лет. Марина Кравцова, Василий Калдашов, События. Почти километр для прогулок. В Самаре заканчивается реконструкция улицы Ташкентская возле больницы Середавина. В ближайшее время участок станет уютнее. Строители добавят зелень и лавочки. А над улицей Демократическая уже установили первый мостовой пролет. На месте побывал Андрей Горгуленко. Участок улицы Ташкентская возле областной клинической больницы готов почти полностью. Сейчас подрядчик укладывает последний, третий слой асфальта. И дорога до Московского шоссе станет доступной для всех автолюбителей. Появятся новые знаки и светофоры. Разделяет проезжие части и трамвайную линию новая прогулочная зона. Здесь в ближайшее время озеленят участок елями и живой изгородью. А также добавят лавочки. Закончен он будет уже в ближайшие полторы недели. Вот этот участок до Московского шоссе. Ну, чтобы сюда не возвращаться, уже все силы бросить на улицу Демократическая. В это время Демократическую уже установили первый пролет путепровода. Всего их будет три. На это уйдет 4000 кубометров бетона и 50 тонн арматуры. Сам путепровод весьма сложен, ведь на каждую опору приходится 17 сбор набивных свай. За счет этого мост выдержит большие нагрузки. Строители по-особенному относятся к своему творению. Я всегда мостовые соединения сравниваю с женщиной. Чем красивейся мост, тем красивейся женщина. Так что мы стараемся. Дороги, это ее глазки, ресницы. У нас в России самые красивые женщины. Наши мосты должны быть красивые, дороги хорошие. Длина путепровода 90 метров, ширина 14. Он станет еще одним мостиком от Московского шоссе до Солнечный. Съезды позволят попасть и на улицу Демократическую. Движение на всем протяжении Ташкентской будет четырехполосным. Завершить реконструкцию улицы вместе со строительством путепровода должны уже в ноябре 2017 года. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Белый парус и мраморные волны. В ближайшие дни строители начнут красить символ Самары – ладью на набережной. Завершают и бетонирование фонтана. Его оснастят подсветкой. Какова готовность четвертой очереди набережной? И судьбу елей, которые попали в зону ремонта, узнала Марина Кравцова. Сотни тонн гранита, тысячи метров тротуарной плитки. Стройматериалы подготовлены, работа кипит. Уже наполовину готова главная, самая большая лестница у ладьи. Ступени облицовывают красно-серым южно-султаевским гранитом. Здесь уложат 1800 погонных метров камня. Всего же на набережной будет 43 лестницы. Полным ходом идут работы по реставрации ладьи. Сейчас завершается отделка и облицовка основанием рамором. Уже в ближайшие дни подрядчики приступят к покраске. А покрасить предстоит больше 1100 квадратных метров. Внешний вид одного из главных архитектурных символов Самары не изменится. Ладья будет с белоснежным парусом. На финишную прямую вышли работы, которые будут скрыты от глаз горожан, но обеспечат комфорт на набережной. Это устройство коммуникации, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, очистных сооружений и коллекторов, электрокабелей и систем автополива. Обновленная набережная будет утопать в зелени. Газоны преобразят, украсят цветами и кустарниками, высадят полсотни новых деревьев. Убрать пришлось только старые и больные тополя. Ни одна елка при стройке не пострадала. Ради хвойных даже слегка скорректировали проект. В частности, мы видим 22-й сход. Мы его сместили, согласовали с проектировщиком для того, чтобы поставить эти зеленые красавицы на месте. Предусмотрены работы по устройству откосной части. После устройства автополива мы будем заново наносить чернозем, где-то укреплять его георешеткой, и заново будет высаживаться трава и другие растения. На новой достопримечательности самой живописной улицы в фонтане идет заливка стен бетоном. После их облицуют гранитом. Планируется, что фонтан будет с динамической подсветкой и музыкальным сопровождением. Тротуары выложат плиткой, а на нижнем уровне будет асфальт и велодорожки. На подмогу подрядчикам пришли стройотряды. Самарские студенты тоже вносят свой вклад в преображение города. Реконструкция набережной идет по графику, несмотря на неприятные погодные сюрпризы. Контроль качества идет на всех этапах. Проводится строительный контроль на соответствие выполненным работам, проектным решениям. В настоящий момент общие строительные работы идут в рамках графика. Серьезных отклонений пока не наблюдается. Основные работы на четвертой очереди набережной должны завершить в ноябре этого года полностью весной следующего. И только когда объект будет сдан, совершенно новую набережную откроют для посещения. Марина Кравцова, Василий Калдашов. События. За трамваем будущее. В Самаре в рейс выйдут 9 новых вагонов. Это низкопольные машины большой вместимости. Их купили специально для Чемпионата мира по футболу. По каким маршрутам поедут трехсекционные трамваи? Расскажем в нашем следующем сюжете. Пока почетный круг по депо, а в ближайшие дни 10 новых трехсекционных трамваев отправятся курсировать по маршрутам номер 5 и 22. Первый пассажир, губернатор Николай Меркушкин, испытал на себе плавность и комфорт нового вагона. Салон повышенной комфортности, кондиционер летом, отопление зимой, камеры наблюдения, удобные сиденья и широкие проемы между ними. Вместить такой трамвай может до 300 пассажиров. Не забыл производитель и о водителях. Кабина оснащена по последнему слову. Самарские работники ТТУ уже оценили. Кабина очень просторная, очень удобные органы управления и главное, что есть индикация работы всех систем трамвайного вагона перед глазами водителя. Если раньше водитель ориентировался в основном по своему опыту, своим ощущениям, так сказать, на нюх, на слух, то теперь это все можно не напрягаясь совершенно увидеть. Ключи от новых трамваев водителям вручает губернатор и обращает внимание профессионалов. Не молчать, а обязательно оставлять свои замечания по работе техники, чтобы на заводе могли усовершенствовать модель трамвая. Но то, что я говорил, если какие-то вещи будут, вы вовремя передавайте там, для того, чтобы можно было заводу выводы делать. Они будут заниматься обслуживанием, приезжать, бывать у нас. Вообще, Николай Иванович, хочется вам сказать большое спасибо за то время, как вы стали руководителем Самарской области. Именно вы начали обращать внимание на наши предприятия. Именно с вашей помощью стали закупаться новый подвижной состав. Наглядный тому пример то, что у нас сейчас, если посмотреть на курсы, приходит одна молодежь. Трамвайно-троллейбусное управление – крупнейшие транспортные предприятия в городе. На его долю приходится больше половины всех пассажироперевозок в Самаре. Электротранспортом охвачены практически все районы города. И новые трамваи сделают поездки еще более приятными. Создадут дополнительные удобства и населению города. И нам позволят успешно перевозить людей во время чемпионата мира. Будем передвигать людей из одного, условно, из одной точки города в другую. Это будет исключительно важно во время чемпионата мира. Потому что там частный транспорт или легковой транспорт использоваться будет по самому минимуму. Должен работать очень хорошо общественный транспорт. Обновление подвижного состава в городе идет поэтапно. Эти трамваи – не первая закупка. За последние пять лет количество новых трамваев, троллейбусов и автобусов достигло 200 единиц. Горожане по достоинству оценили качество этого нового общественного транспорта. В наших планах развитие транспортной сети города. Сейчас завершается работа по генеральному плану города Самары. Там предусмотрен раздел, посвященный транспортному обеспечению. В наших задачах сделать все, чтобы пребывание в городе было для наших жителей комфортным. За трамваем будущее. Городские и областные власти планируют провести трамвайные пути в Новокуйбышевск и Южный город через Фрунзенский мост. И самый любимый транспорт самарцев сможет быстро доставлять пассажиров в любую точку города. Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События. Вернуть дому крышу. С такой просьбой обратились жители пятиэтажки к губернатору Николаю Меркушкину. Вопрос начали решать прямо на месте. В регионе заработала новая форма работы с обращениями граждан – мобильная приемная губернатора. Подробнее расскажет Марина Матвеевшина. Этаж, которого нет. Пятиэтажка по замыслу строителей должна быть на уровень выше. Но вот уже 37 лет дом недостроен, хотя заселен. Люди с нетерпением ждут капитального ремонта крыши. Нужен нам капитальный или реконструкция кровли. У нас дом такой. Он недостроен. Он просто недостроен. И вместо крыши у нас сейчас, в данный момент, перекрытие шестого этажа и рубероид. Все, больше там чего нет. А у нас льет до третьего этажа. Грибок идет по стенам. Дом стоял в очереди на капремонт на 19-й год. Но после изменения в законодательстве автоматически перенесся на 43-й. Жители обратились в мобильную приемную губернатора. Система не учитывает таких форс-мажоров, как отсутствие крыши, как факта. Но ждать все эти годы слишком рискованно. Дом может просто рухнуть. Представители областного министерства ЖКХ и энергетики предлагают сначала провести экспертизу. Водостоков нет и не было в принципе. А какое состояние утеплителя, там что, какой пирог есть, это неизвестно. То есть, если эту крышу ремонтировать, то ее, видимо, надо... Полную реконструкцию. Полную реконструкцию в соответствии со снипами. То есть, сделать ее или односкатную, но больше наклон, или двускатную, с организацией как парапетов выступающих, так и водостопов. После заключения специалистов станет понятно, что именно нужно делать и сколько на это потребуется денег. Сроки ремонта будут перенесены на более ранний срок. Ну, а конкретно на 2019 год, как это и было изначально запланировано. Сейчас у нас основным моментом является, что мы должны провести экспертизу. Все жильцы абсолютно поддерживают это решение. Готовы подождать немного. На встрече принято решение. Экспертиза будет проводиться полностью за счет управляющей компании. Жильцы не понесут никаких затрат. Марина Матвеична, Максим Гусев, События. Улицы Самары очищают от несанкционированных рекламных щитов. С начала года их вывезли порядка 70. Особое внимание тем, что стоят у тротуаров и дорог. Как убирают очередную конструкцию, увидела наша съемочная группа. Чтобы убрать незаконный рекламный щит, нужно как следует подготовиться. Открутить основание, подцепить металлическую конструкцию крюком. Когда все готово, железную махину осторожно опускают на землю. Затем рабочие демонтируют бетонное основание, чтобы конструкцию нельзя было вернуть на место. Образовавшуюся яму потом засыпят землей. На демонтаж одного рекламного щита требуется минимум час. У нас в смене 4-5 человек. Работаем от 8 до 12 часов. Начинаем рано, чтобы не мешать движению транспорта. Выставляем знаки. Соблюдаем, пытаемся минимум, как говорится, ущерба нанести окружающим. И сделать как можно больше пользы. Щит не трогают только в том случае, если на нем есть вот такая табличка. Это значит, конструкция законная. Всего в городе около 300 нелегальных рекламных щитов. Преимущественно в промышленном Кировском железнодорожном районах. С начала года демонтировали около 70. В ближайшие дни уберут еще 20. Несмотря на фундаментальный внешний вид рекламной щиты, конструкция ненадежная и представляет угрозу для жизни и здоровья горожан. Это фундаментная подушка. На ней крепится рекламная конструкция. Данная подушка переделанная. Здесь делали шпильки. Вот они вот так вот вырываются. То есть при большом порыве ветра она может упасть на любого гражданина, на автомобиль. Незаконная конструкция это достаточно шаткая сама по себе, да, и опасная для наших граждан, для общественности. И мы сделали акцент прежде всего на те конструкции, которые стоят рядом с тротуарами, с пешеходными зонами, да, то есть с проезжей частью, вот, чтобы безопасность прежде всего была для людей. Недавно в Самаре вывели на чистую воду недобросовестного подрядчика, который должен был хранить на складе снесенной рекламной конструкции. А в итоге есть подозрение, нелегально устанавливал их обратно. Исчезли более десятка щитов. Контракт с недобросовестной фирмой разорвали. А по поводу пропавших со склада и вернувшихся на улицы Самары рекламных щитов, глава города Олег Фурсов обратился в полицию. Сейчас незаконные носители рекламы отвозят храниться на муниципальную базу. Здесь они должны находиться месяц. Затем обязательная утилизация. Их сдают на металлолом. За установку нелегального счета физических лиц штрафуют на 5000 рублей, юридических на 500 тысяч. Лариса Шлафа, Сталина Чемерес, Константин Головин. События. Около сотни незаконных киосков с начала года собственники сами убрали с улиц Самары. На контакт идут далеко не все. И большую часть приходится демонтировать за счет городского бюджета. Бесхозный павильон рядом с историческим зданием на улице Арцебушевской вывезли спустя пять лет. Репортаж Алины Чемерес. Обшарпанный павильон на фоне исторического здания. В этом киоске никто не торгует уже лет пять. Незаконная постройка только портит вид. О том, что ее будут сносить собственника, уведомили. Правда, он сейчас далеко за пределами региона. В Ленинском районе свыше десятка нелегальных павильонов. Все их планируют демонтировать. Как и такие объекты появились на территории города Самара, очень много сменились предпринимателей, которые отчасти не знают, что объекты незаконные. Мы аккуратно подходим разъяснениями предпринимателей, что пред, когда они пойдут занимать такие площади для своей деятельности, они внимательно изучали документы, по крайней мере обращались в любое время администрации районов, чтобы понимать, что объект законно-незаконный, хотя бы люди не будут тратить свои деньги на незаконный объект. Чтобы вывести этот павильон, усилий требуется немало. Объект негабаритный. Его сначала нужно разобрать. Демонтаж киоска обходится городу почти в 8 тысяч рублей. Всего в Самаре незаконных построек около 400. Большинство из них планируют убрать с улиц города до конца года. Со всеми собственниками проводятся предварительные беседы, кого удается найти. Всем им предлагается самостоятельно очистить территорию. Очень много людей стали взаимодействовать с администрацией, с департаментом. Многие убирают самостоятельно. То есть в этом году порядка 100 объектов убраны собственниками самостоятельно. В первую очередь городские власти вывозят незаконные павильоны с улиц, пролегающих на туристическом маршруте. После демонтажа территорию планируют благоустроить. Алина Чемерис, Станислав Левин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного вам настроения, хороших выходных, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова